добрый вечер я алексей в эфире специальный выпуск новостей тема выпуска проходящий в москве гайдаровский форум 2021 ситуацию 2020 года можно назвать уникальной несмотря на пандемию нынешний кризис не потребовал структурных реформ а также дал старт для формирования новой модели экономического роста мы быстро справились с кризисом но не было созидательного разрушения заявил ректор ранхикс владимир мау выступая модератором на экспертной дискуссии непростой разговор об экономическом росте сессии приняли участие министр финансов рф антон силуанов министр экономического развития рф максим решетников и председатель банка россии эльвира набиуллина министр экономического развития рф максим решетников продолжил тему отметив что повлиять на экономический рост могут и сами граждане структура потребления которых в 2020 году существенно изменилась есть краткосрочные изменения в связи с закрытием экономики но есть и долгосрочные эффекты в частности изменение предпочтения в торговле вернутся ли люди в торговые центры в оффлайн торговлю по его мнению изменения могут коснуться всего спектра потребления от походов в кино до туризма теперь смотрим выступление максима решетникова вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал максим геннаджи максим решетников министр экономического развития ваш комментарий ваш позиция добрый добрый день коллеги но я в развитии того что сказал антон германович действительно никакого противоречия между экономическим ростом ростом благосостояния по большому счету нет у нас если мы посмотрим на трехлетку семнадцатый девятнадцатый год значит средний темп роста ввп 2 и 2 процента из них на значит у нас 1 и 9 процентных пунктов были обеспечены ростом как раз доходов населения при этом у нас конечное потребление домашних хозяйств за трехлетку вот структуре ввп а росло со средним темпом 3 7 процентов кстати эта цифра существенно расходится у нас темпом роста реальных располагаемых доходов населения вот и тоже является предметом там отдельного рассмотрения вот но в любом случае у нас без роста доходов населения без роста потребления домашних хозяйств у нас дальнейшего роста экономики выхода на те там три процента которые являются нашей целью невозможно вот что же касается исходя из этого приоритетов нашей текущей политики но антон георгий что же об этом сказал мы действительно весь прошлый год основной фокус политики было это поддержка доходов населения и прямыми социальными выплатами будь то неработающих граждан временно потерявших работу или семей с детьми и будь то поддержка бизнеса конечном итоге все наши цели по поддержке бизнеса это тоже были поддержка рабочих мест и до сих пор эти программы продолжают работать у нас сейчас по программе фо 2.0 это те самые кредиты со списанием под защитой что называется находится 5 миллионов 400 тысяч рабочих мест которые предприниматели действительно сохраняют и мы видим высокие высокое выполнение кабинет по данной программе вот но в то же время надо понимать что сама структура потребительских расходов и предпочтений она тоже существенным образом может влиять на экономический рост и здесь мы видим что идут существенные изменения вот понятно есть краткосрочные изменения в связи с закрытием экономики антон георгий тоже об этом сказал вот но в то же время есть явно и долгосрочные эффекты на которые мы должны обращать внимание в частности изменения предпочтений в торговле вернуться люди в торговые центры в офлайн торговлю в таком объеме значит вернутся ли они в кинотеатры как будет работать дальше сфера услуг по такой модели значит восстановится ли в полном объеме спрос на международный туризм и какую часть спроса а это уже очевидно чтобы значительную да мы сможем заместить а внутренним внутренним туризмом да и дать рост этому сектору экономики какая часть работников останется на удаленке во многом изменение этих предпочтений вызовет в общем изменений в структуре бизнеса и в конечном итоге и востребованность инвестиций я думаю сегодня еще поговорим по инвестиционному процессу и так мы его перезапускаем вот но им еще один тезис а что действительно понятие благосостояния это уже не просто понятие доходов населения еще и понятие жилищных условий благоустроенных городов качество здравоохранения устранения там цифрового неравенства и доступа всех таким успехом возможности для самореализации и так далее это тоже мировая тенденция у нас есть цель устойчивого развития оон у нас сейчас осеровская методика есть индекс лучшей жизни а вот и по большому счету вот те национальные цели развития которые в июле новые обозначены они как раз всю эту лучшую практику выбирают и делают понятие и экономического роста и роста благосостояния таким очень очень объемным и комплексным и на это нас нацеливают но в конечном итоге еще раз подчеркну что мы отчетливо понимаем что подавляющая часть экономического роста она обусловлена ростом доходов людей активизировать роли максим динача решетникова и перейти к вопросу о очень важному вопросу связанному уже со структурными макроэкономическими структурными проблемами вот есть национальный общенациональный план действий которые правительство сейчас приняло есть программы на развитие отдельных отраслей у них всех вот это признано ведущей роль играет бюджетные инвестиции связаны и с структурными сдвигами и с стимулированием экономической активности тоже время есть критика утверждающая что слишком много внимания бюджетным инвестициям уделяется что надо больше национальным вопросам стимулирования стимулирование активной роли частных игроков это тоже вот достаточно сложное сочетание макия значит но это ваша сфера ответственности можете прокомментировать спасибо за подачу но я бы на вначале хотел вот в хвост что называется дискуссии которые и слов эльвиры сахибзадовны по поводу того что ну не бывает вечной мягкой денежно-кредитной политики значит без последствий инфляции я приведу просто там две цифры у нас за последний месяц вот 10 числа января 10 числа декабря рост цен мировых на пшеницу плюс 10 процентов а если мы возьмем там по отношению к началу октября плюс 30 процентов это вот то что мы видим по контрактуемым ценам наших производителей наших экспортеров пшеницы а вот и соответственно там основная сейчас задача правительства это как раз предотвратить вот этот вот импорт этой инфляции продовольственной в первую очередь мировой инфляции на наши внутренние рынки мы буквально сегодня на комиссии рассматривали тему по увеличению экспортных пошли и все к чему к тому что в общем и целом ну думаю что мы видим первые признаки того что мировая инфляция в общем она пошла пошла в рост это кстати не только по довольственные рынки там если мы посмотрим по другим рынкам комодитис там по металлам в том числе да мы увидим тоже что последние месяцы значит все цены идут в рост и это вполне естественно какое-то время нам казалось что мягкая денежно-кредитная политика значит конфликции не приводит понятно спроса не было ограничения работали сейчас по мере того как экономика будет восстанавливаться мы увидим соответственно как мне кажется разгон разгон цены разгон мировой инфляции это будет таким большим вызовом перед всеми нами которым мы сейчас готовимся вот что же касается теперь инвестиций у нас на действительно вот 2 и 2 процента значит за трех летку роста ввп но 5 процента это как раз дали инвестиции у нас там есть отрицательный фактор я сказал 1 и 9 далее конечное потребление домашних хозяйств но 5 процента это именно инвестиционный фактор вот при этом естественно в этом году у нас инвестиции из бюджетной системы выросли выросли почти на 13 процентов но собственно говоря это как раз и было частью контр циклической политики значит в целом и очень хорошо что бюджетные инвестиции тоже росли а росли не только выплат потому что мы тем самым поддержали спрос в целом в целом в целом спектре отраслей спектре отраслей машиностроения и значит стройки и так далее вот в то же время конечно ключевой вопрос как дальше а в условиях бюджетной консолидации значит которая неизбежна мы безусловно должны инициировать новую волну роста частных инвестиций и за прошедший год многое для этого сделано принято принято новое законодательство защите поршения капиталовложений это тему который активно продвигала министерство финансов сейчас мы подхватили такой наш совместный продукт и мы видим что бизнес охотно пошел под действие этого закона где есть дедушкина оговорка где есть возможность сейчас отфинансировать необходимую инфраструктуру значит зачетом потом будущих налогов с уменьшением налогов от проекта вот это все работающие вещи плюс к этому мы на много инструментов скажем так фундамент в прошлом году заложили этой вечной облигации этой инфраструктурной облигации вот 31 декабря постановление правительства было подписано на эту тему сейчас активно работаем над зелеными облигациями то есть идет такая большая работа одновременно с этим надо сказать что министерство финансов центральный банк коллеги еще скажут об этом гигантскую работу провело по формированию возможности для инвестиций граждан в а значит на нашем фондовом рынке в акции в облигации то есть тоже для финансирования по сути экономического роста у нас число индивидуальных инвестиционных счетов за прошлый год по моим более чем удвоилась когда меня поправят и сейчас существует есть законопроект который существенно возможности дальше наращивает этого инструмента это тоже очень важно условиях когда люди деньги ну понятно привлекательность депозитов уменьшилась вот и нужны новые источни нужно новые направления для инвестиций как раз наш фондовый рынок здесь и те проекты которые заявляются к финансированию то есть это не просто переоценка действующих активов это в принципе возможность финансирования абсолютно новых активов новых проектов мы видим у нас их много причем само качество проектов крайне дифференцированно и разнообразно начиная там от традиционной нашей энергетической ресурсов от газохимии от освоения месторождений твердых полезных ископаемых и там еще в к и туризм и логистика то есть такие уже более передельные проекты вот при этом значит с точки зрения еще инструментов до этих мер которые приняты я бы отдельно назвал вопрос связанный с реформы институтов развития ведь в конечном итоге все вся суть реформы институтов развития это как раз использовать значит дать возможность то что сейчас финансируется за счет бюджета значит привлечь туда вне бюджетные ресурсы я в качестве одного примера приведу мы за прошлое за конец прошлого года с министерством просвещения активно работали и выработали механизм который позволит нам в разы устроить строительство ускорить строительство школ за счет того что средства пойдут по модели частного государственного партнерства там по концессии с привлечением как раз внешне эконом банка с привлечением ну то есть мы действительно через наши институты развития там на один бюджетный рубль можем привлечь там до 10 рублей частных инвестиций мы должны этот рычаг максимально использовать и такие шаги сделан подводя вот краткий итог то что я сказал что действительно мы использовали вот этот прошедший год для формирования новых возможностей для инвестиций мы действительно ну рано конечно пока говорить что мы запустили инвестиционный цикл но мы такой серьезные камни в этот фундамент нового цикла заложили вот равно как и к тем структурным изменениям что же сказал пару слов скажу это и в системе налогообложения и мсп и сектор айти значит и другие шаги которые мы сделали вот это действительно регуляторная гильотина конечная цель который как раз повысить производительность труда и там многие другие шаги которые сделаны и делаются конечном итоге имеют именно природу структурных изменений потому что полностью словам двери с хребзадом присоединились без роста производительности конечном итоге у нас и эффективность инвестиций не будет и еще раз подчеркну роста доходов люди спасибо